Дмитрий Иванович Менделеев Создал периодическую систему Таблицу Менделеева Таблицу Менделеева Он что еще сделал кроме таблицы Менделеева? Водку придумал Таблицу Менделеева во сне И также открыл формулу водки Ну создал таблицу Менделеева И забрел водку Это еще что? На этикетке водки русской стандарты написано Данная водка соответствует стандарту Русской водки высшего качества Утвержденному царской правительственной комиссией Во главе с Д.И. Менделеевым В 1894 году В действительности комиссия Для изыскания способов К упорядочению производства торгового обращения напитков Содержащих все алкоголь Была образована только в 1895 году Причем Менделеев выступал На заседаниях в самом конце года И только по вопросу об акцизах То есть по экономическим вопросам То есть врут Заставить бы русский стандарт платить За вранью В своей диссертации Рассуждения о соединении спирта с водою Дмитрий Иванович ничего не писал Именно о 40-градусных растворах Во-первых, он сам говорил о себе Что вкус крепких напитков Он знает не больше, чем вкус ядов Для начальства он решал проблему Как ввести акциз То есть налог водился на градусы Для этого градусы нужно было уметь определять Точной шкалы спиртометрической Не было Но для себя он решал вопрос О природе растворов То есть поэтому его интересовали Либо очень концентрированные растворы Либо очень разбавленные А вот эта область 40 градусов 42, 43, 44 и так далее Его совершенно не интересовало А дальше уже молва Приписывает, что А, как же Значит, соединение спирта с водой Русский человек ведь Понимает только в одном смысле Соединение спирта с водой Вот А 40 градусов Это не его вещь Это открытие русского правительства Очень много любителей Соединить с именем великого ученого Абсолютно все, что угодно Ну, например, легенда о том Что он делал чемоданы Значит, да И торговал ими в гостином дворе В Петербурге На Невском проспекте И соседи его говорили Что вот это Кто это? Знаменитый чемодан Дел мастер Менделеев Вот От Менделеева пресса не отходила Вот представьте, что Скажем Господин Жириновский Начал бы торговать, не знаю Кефиром Где-нибудь на Красной площади Об этом уже к вечеру Весь интернет бы знал И все Менделеев вот примерно Был всегда на виду Но самое интересное Это последний вариант Этой легенды Вот новейший, тепленький Менделеев в конце жизни Страдал от плохого зрения У него катаракта была Что правда И поэтому Свои чемоданы Он делал на ощупь Впрочем Периодическая таблица элементов Остается самым известным достижением Дмитрия Ивановича О ней знают все Потому что проходят ее в школе Ну на самом деле Я не представляю себе Кабинета химии Где бы эта таблица не висела То есть это по-моему Неотъемлемый вообще Атрибут нашего образования Потому что Периодическая система Это собственно говоря Основа всей Неорганической химии Если ребенок хорошо ориентируется В периодической системе То можно сказать Что химию наполовину Он уже знает О важности таблицы Можно рассказывать часами Версии изображения Знаменитой таблицы Известно буквально тысячи Самая ранняя 1869 года На стене аудитории Санкт-Петербургского университета Которая и носит название Менделеевской аудитории Ее воспроизводят до сих пор Но сейчас таблица Намного полнее Она постоянно пополняется Еще в 1870 году Дмитрий Иванович Предсказал существование Трех новых элементов Галлия, Аскандия, Германия Затем он предсказал существование Еще восьми элементов Последний из которых Открыли в 1942 году Главное его открытие Это конечно Периодический закон И наши коллеги Тоже это понимали И вот к 100-летию Они решили Изобразить Периодическую таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева На стене Примыкающего к нам Здания Показать что таблица Живет Элементы открытые При жизни Менделеева Обозначат красным цветом А которые после открыты Синим цветом Таблица действительно Исключительно важна Это один из краеугольных камней Современной физической И химической наук Что характерно Последнее открытие элементов Уже в самом конце 20-го И в начале 21-го века Сделали наши соотечественники Даже обидно Что за рубежом Не знают никакой Таблицы Менделеева Там известна Периодическая таблица Элементов Создание Которое приписывают То германскому химику Юлиусу Мейгеру То французскому Геологу и химику Александру Эмилию Бегуе Дешан-Куртуа То английскому химику Джону Александру Эндельцу Ньюлинсу Ну мало ли Что сами Мейгер И Ньюлинс Признавали Приоритет Менделеева Мало ли что сам Мейгер Говорил о своей системе Она в существенном Идентична данной Менделеевым Мало ли что сам Менделеев Уточнял Господин Майер Раньше меня не имел Ввиду периодического закона А после меня Ничего нового К нему не прибавил Когда сражаются Странные народы Голоса самих ученых Звучат глухо Российских ученых На западе Вообще частенько Отдвигают от их Приоритетов Ну фактически Во всех случаях Как только можно Может быть Делают тут еще В разном способе Представления О своих достижениях Россияне Традиционно Публиковали Свои открытия В академических Журналах И сборниках Иностранцы Чаще патентовали Свои открытия Менделеев Опубликовал статью И даже до ее публикации Написал об открытии Периодического закона Ведущим химикам Европы Ну как же не украсть Открытие Автор же сам Его отдает кому угодно Что характерно Менделеев Никогда не сражался За признание Своего авторитета Наверное Он был слишком занят Для ведения баталии Но ведь и Россия Получается Своим приоритетом Не очень озабочена Лондонское Королевское общество Дважды Присуждало На награду За открытие Периодического закона В 1882 году Медаль Гемфрида Дэви Вручили Дмитрию Менделееву Лотеру Мейеру В 1887 Джону Ньюлинцу Где лунька? Кстати И Нобелевской премии Дмитрий Иванович Не получил Одна причина Очевидна Конфликт С братьями Нобелями Которых он считал Людьми Злой воли Стремясь К монополии Стремясь Купить По дешевке Нефтяные участки В Баку Братья Распространяли Слухи Об истощении Запасов Бакинской нефти Дмитрий Иванович Вывел братьев На чистую воду И он был прав Баку до сих пор Является Очень мощным В мировом масштабе Нефтяносным районом Но получить премию Конечно же Ему не удалось Ни красивого диплома Ни замечательной медальки Ни некоторой суммы денег Тоже типично Для России Нобели Присвоили Идею нефтепровода Который Менделеев С 1863 года Разработал И делился С всеми окружающими О которой Свободно писал В научной литературе Менделеев Пошел Даже дальше Он создал Первый в истории Продукта Провод Он гнал Из Баку В Батуми Не сырую нефть А керосин Примерно За тысячу километров Эту идею Конечно же Тоже присвоили Почему же Все реже Упоминают Как создателя Периодической системы По той же Самой причине По которой Он не получил Нобелевской премии Не любят Лишний раз На Западе Упоминать Русских ученых Общаясь С западным Научным сообществом Я убеждаюсь Что они Также поражены Этим вирусом Антирусизма Я могу согласиться С тем Что этот вирус Возник Вовсе не с санкциями Вовсе не с Крымом Он существует Несколько веков Потому что Россия Слишком Мощный И слишком Непокорный народ В США Технологии У нас Медицина Ничуть не хуже Чем на Западе Наверняка Есть ученые Достойные Того Чтобы быть Нобелевскими Лариатами Кстати Михаил Михайлович Решетников Тоже Нобелевской премии Не получил Думаю Что и не получит Но перед вами Тоже один Из кандидатов На Нобелевскую премию Который уверен Что он ее Не получит Но ни одним Периодическим Законом Славен Дмитрий Иванович Трудно сказать Чем он Не занимался Наследие Менделеева Просто Неправдоподобно Громадно Оно охватывает Более 30 направлений Только фундаментальной Науки И причем Каждое направление Это цепочка Родственных тем Как выражался Сам Менделеев Поток Научной Деятельности Любые Фундаментальные Исследования Дмитрия Ивановича Плавно Перетекали В прикладные Он Великий теоретик Но ведь Нет ничего Практичнее Хорошей теории Исследования Газов и жидкостей Эти труды Продолжаются В работах Посвященных Воздухоплаванию Кораблостроению Освоению Арктического Мореплавания От Мореплавания В Арктике Уже только шаг Проблемам Освоения Крайнего Севера Этим проблемам Менделеев Посвятил 36 больших Статей Круглогодичная Навигация По Северному Морскому пути Показалась бы Совершенно невероятной Менделееву и Макарову Но ведь Атомоход Ведущий караван Судов Через Ядовитый океан Это не что иное Как реализация Планов Менделеева Прямое Осуществление Его надежд Многие годы Менделеев связан С химическим Заводом в Бандюге В современном Тарастане Теперь это Город Менделеевск Здесь В Бандюге Еще в 1869 Году Купец Петр Капитонович Ушков Основывает Химический Завод Завод Существует До сих пор Эти цеха Эти трубы Помнит Еще Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович Дружит с Ушковым Помогает ему Организовать Производство Время от времени Живет в здании Завода управления Началось С производства Азотной кислоты И тут же Выяснилось Необходимо Производство Керамической Посуды В Бандюге Менделеевске Очень быстро И далеко Ушли от Производства Азотной кислоты В 1891 Году Дмитрий Иванович Менделеев Получает заказ На изготовление Бездымного пороха Вот для того Чтобы этот порох Можно было Испытать В морской Артиллерии Необходимо было Как минимум 500 пудов И за очень Короткий промежуток Времени На нижней площадке Нашего завода Был выстроен Цех По производству Пироколоди Легенда гласит Ученый во Франции Наблюдал Как на пороховые Заводы По железной дороге Поступают Грузовые вагоны С разным сырьем Азотом Серной кислотой Спиртом Кислородом Он сумел Разгадать Из каких пропорций Взрывчатых Веществ Может состоять Французский Бездымный порох Возможно Из Менделеевой Получился бы Хороший шпион Но сама по себе Эта история Еще глупее Рассказов О создании Менделеев Водки И о слепленных В слепую Чемоданах Потому что Известно Трудясь В морской Научно-технической Лаборатории Во главе Целого коллектива Менделеев Создал порох Для крупнокалиберных Орудий Намного лучше Чем во Франции Стрельбы Из пушек 47-мм Калибра Показали Самые замечательные Свойства Пироколоди Пороха Адмирал Макаров Был в совершеннейшем Восторге Сразу же после испытания Любимым учеником Менделеева Главе Морской Научно-технической Лаборатории Профессор Чельцову Французы Предложили Миллион франков За секретного пороха Чельцов Тут же кинулся К Менделееву Менделеев Очень веселился Широко Распространено Мнение Что Менделеев Изо всех сил Охранял Изобретенный порох Он очень Беспокоился За то Что Рецепт Этого пороха Приготовления Будет Продан за границу Вот то Чего он опасался То как раз И произошло Это Рецепт Был продан И Россия Как до этого Времени Приобретала его За границей За очень большие Деньги Так Потом И продолжала Его приобретать Но есть И другая версия События Он Добился Того Что Работы были Рассекречены По этому Пороху И тут же Капитан Бернаду И Конверс Американцы Которые Воспользовавшись Тем Что Менделеев А Рассекретил И Б Менделеев Не любил Патентовать Ничего Он был Категорический Противник Он не считал Что это уже Коммерческая Линия В науку Это нехорошо Вот И Поскольку Не хочешь Патентовать Не надо Бернаду И С напарником Они немножечко Там Улучшили Еще состав Того пороха Добавив Там Ну это Незначительные Были изменения И Запатентовали Поэтому Россию Первую мировую войну Пришлось покупать Менделеевский порох Впрочем Невозможно Охватить Все Чем Занимался Менделеев Следы его деятельности Мелькают В самых Невероятных Местах Он Консультировал Всех подряд Кто обращался К нему Скажем Когда надо было Золотить купол Казанского собора Консультировал Производство Окрашивания Тканей У Иванова Уводит В 17 А может быть И в 16 Века Это важная Часть Местной Народной Промышленности Многие секреты Создавались Местными Мастерами Память о местном Производстве Иванова Священна В Иваново Ткани Окрашивали Натуральными Красителями Долгое время Краски К нам Привозили Из зарубежных Стран Из-за границы Привозили Самые редкие И дорогие Красители Но и тут Специалисты Уверены Краски Для ткани В Иваново Делались на месте Перед нами Медные чаны В которых Варились краски Красители Как я уже Говорила Использовали Натуральные И чаны Представлены Подлинные Или Привозились Из-за границ В Иваново Начинают Использовать Искусственные Химические Красители Вместо Натуральных Это были Анилиновые Краски Которые Привозили Из Европы Иногда Даже Уточняют Откуда Именно Их Привозили С учетом Того Что Химическая Промышленность В Российской Империи Была Не очень Хорошо Развита То Скорее Всего Красители Были Германского Происхождения В действительности Акриловые Краски Создавались В Петербурге По рецептуре Разработанной Дмитрием Ивановичем Менделеевым Этой Красотой Яркостью Многообразием Мы обязаны Ивановским Мастерицам Нет слов Но ведь И Дмитрию Ивановичу Тоже Невероятно Разносторонность И очень Типична Для российских Ученых Наши Вообще Не такие Даже не только Менделеи Вообще У них Что важно Найти Самую Высокую Гору Подойти К ней Со стороны Самого Крутого И поросшего Непроходимым Лесом Склона И Вперед Гарантий Что доберется Доберется Хотя бы До середины Никаких Но впечатлений По дороге Масса Вот У Менделеева Был предвечный Вопрос И этот Предвечный Вопрос Который Прошел От Юношеских Его Работ И до Последней Научной Работы И он Называется Этот вопрос Мировой Эфир То есть Некая Тонкая Материя От античности Идут Представления От стойков В частности Которая Заполняет Все пространство Которое Отвечает За Электричество За магнетизм За гравитацию За химическое Сродство За все Вот это Достойная Цель А периодически Закон Это Ступенька И возможно Не самая Крутая На пути К этой цели Если Эта идея Верна То Получается Дмитрий Иванович Всю жизнь Хотел создать Некую Общую Теорию Всего Возможно Отсюда Его стремление К точным Вычислениям К приборам К измерениям К числу Много Менделеева Менделеева Предшественникам Современной Метерологии Менделеев Создает Точную Теорию Весов А опираясь На нее Разрабатывает Совершенные Конструкции Исключавшие Малейшую Неточность И он Часто Работая Над другими Проблемами Свои Приборы Измерительные Даже поверял В Международном Бюро Мировесов Потому что Он говорил Я должен быть Уверен Что из-за Неточности В измерительных Приборах Не будет Ошибка Во всем Исследовании Фактически Уже не ученый А государственный Человек Дмитрий Иванович Создает В России Целую систему Метрологических Учреждений Они Первое Время Назывались Торговые Палатки Поверочные Палатки Меры Весов А сейчас Они практически Все продолжают Свою деятельность Это центры Метрологии Стандартизации И сертификации Которые есть В каждом Крупном городе И он говорил Что из трех Существующих На тот период В мире Измерительных Систем Только три Отличаются Полной научной Разработкой Выдерживают Критику Это метрическая Система Английская Система И российская Система Мер И Дмитрий Иванович Разрабатывает Новый закон Положение о мерах И весах Проверяете ли вы Часы Слышите ли вы Сигналы Точного времени Это тоже Заслуга Менделеева Для того Чтобы создать Новый эталон Сначала Пришлось построить Новое здание Здание Как он сам писал Когда оно Было готово Явилось уникальным По многим Монументальным Своим приспособлением Астрономический Павильон Которым оно Завершалось Был оборудован По последнему Достижению Астрономической Науки Того времени Российская Метрология Не отставала От других Стран В этой области А то Что в итоге Дмитрий Иванович Провел Такую комплексную Метрологическую Реформу Это одна из Немногих Реформ Которую мы Провели Вовремя И это Позволило нам Занять лидирующие Позиции И на современном Этапе То, что сказано Сейчас Только сшибание Верхушек И наука Фундаментальная И прикладная Далеко не все Менделеев Много Продуктивно Преподавал Правда Во времена Менделеева Профессор Был действительно Уважаемым Человеком На один час Лекции Которую он читал Студентам Записывалось Восемь часов На подготовку Профессор Читал Сто Сто пятьдесят Часов лекций В год Но читал Ведя активную Научную работу В числе Учеников И преемников Дмитрий Иванович Целое созвездие Имен Бойков Вернадский Густавсон Кистяковский Комаров Коновалов Курнаков Потылицин Тимирязев Тищенко Шредер Мало университета Молодой Менделеев Читает лекции В разных Учебных заведениях Зрелый ученый Он участвует В их создании Интенсивно Преподавая Дмитрий Иванович Невероятно Много ездил От Тобольска До Прибалтики От Дербента До Финляндии Неправдоподобный Масштаб Содеянного Невероятный Не только Для одного Человека А для целого Научного Института И научной школы Россия Пользуется плодами Трудов Менделеева До сих пор А Россия Продолжает То, что он начал Но Откуда он Вообще взялся Такой Что породило Такую Грандиозную Личность История Менделеева Блистательное Подтверждение Что выдающиеся Люди Почти как мы Только лучше И что Славная Достойная Жизнь Совсем Не обязательно Начинается В столицах Жизнь Дмитрия Ивановича Началась В заштатном Тобольске Тобольск Северный Город Еще в начале Мая Его окрестности Выглядели Вот так А сам Город Вот так Один из Первых Русских Городов Сибири Тобольск Основан Как город Крепость Острог С 1590 года Он центр Русской Колонизации С 1708 года Центр Сибирской Губернии Простиравшись От Урау До самого Тихого Океана В 19 Веке Экономическое Значение Города Упало Так Небольшой Заштатный Городок По официальной Версии Семья Менделеева Пала В этот Городок Почти Случайно Уроженец Тверской Губернии Выпускник Духовный Семинарий В Твери Отец Дмитрий Иванович В 1807 Году Был назначен Старшим Преподавателем В Народное Училище В Тобурск Он был Директором Гимназии В здании Гимназии Находилась Его казенная Квартира В ней И родились Последние Дети Менделеевых Иван Павлович Менделеев Отец Менделеева Был Сыном Павла Максимовича Скалова Священника В Тверской Губернии И отдал Своих Детей Сыновей В Тверскую Семинарию Поскольку Они все Были Естественно Соколовы То По выходе Из семинарии Им дали Разные фамилии Чтобы не путать Вот Иван Павлович Дали фамилию Менделеев Это фамилия Соседних Помещиков Другому Тихомандрицкий Потому что Уезд был Тихомандрицкий Ну и так далее То есть Если бы Иван Павлович Сходно был Дворянином Как Ненделеев То он бы У нас была бы Периодическая система Соколова Какая бы версия Не была правдива Известна В год рождения Последнего ребенка Дмитрия Ивановича Иван Павлович В 51 год Ослеп И содержание Семьи Легло на плечи Матери Великого ученого Марии Дмитриевны Урожденной Корнильевой Мария Дмитриевна Вынуждена была Обратиться к своему брату Который уже проживал В Москве Чтобы попросить Разрешения Управлять Стекольной фабрикой Которая находилась Вблизь Тобольска В селе Верхние Аримзианы И как раз Достаточно большой Участок жизни Связан был Уже и детство Дмитрия Ивановича Менделеева Именно с этой Стекольной фабрикой Впоследствии Он отмечал Что именно здесь В Верхних Аримзианах Он впервые Увидел Как раз Вот это чудо Химического превращения О том Как создается стекло Изготавливали Абсолютно все И посуду Для аптек И сосуды Необходимые В быту В то же время Обратите внимание Такой замечательный Стеклянный шар Для чего он мог Использоваться Не каждый Может дать Такой ответ Ответ очень прост Это рыболовный поплавок Который Использовался Рыбаками Производство стекла Было само по себе Трудным занятием Получалось оно зеленым Особенности местного сырья Вот эта вода Этот грунт Перевращались в стекло До сих пор Место где стоял завод Усыпано осколками И слитками зеленого стекла Как же тут не заинтересоваться Превращением вещества Промышленностью Конечно Не было здесь Никакой производственной идиллии Был тяжелейший труд Не раз конкуренты Разбивали продукцию Фабрики Подкарауливали Подводы С стеклянной посудой Как же тут не задуматься О превратностях экономики Особую роль В судьбе ученого Сыграла мама Мария Дмитриевна Она старалась Дать своим детям Самое лучшее Воспитание и образование Приохотила их к чтению Долгие зимние вечера Семья проводилась за чтением Самых разных произведений Пушкина, Жуковского, Гоголя Вальтера Скотта Фенимора Купера Не случайно Свой первый большой труд Исследование водных растворов По удельному весу Дмитрий Иванович Посвятил покойной матери Митя вместе с Пашей Занимался И поэтому в пять с половиной лет Он умел читать и писать И в своем развитии От Паши не отставал Только не будем изображать Особой интеллектуальной идиллии Дмитрий Менделеев Рос самым обыкновенным мальчишкой И поручала няне Или старшей дочери Машеньке Здесь его контролировать Караулить Потому что Вольный воздух Природа Митю найти было У дома Митю Усидеть было трудно И поэтому он убегал И на стекольную фабрику С мастерами смотрел И вспоминал Что вместе с братом Пашей Ему мастера разрешали И глину мять И выдувать Тоже какую-то стекольную продукцию И вот эта вот Ранняя трудовая деревенская обстановка Все равно она сыграла решающую роль В его восстановлении характера В его воспитании Вспоминая свои Тобольские годы Говорил, как они ходили Стенка на стенку Улица на улицу И мальчишки Также умели кататься на коньках Здесь, скорее всего В деревне на лыжах Ну, а если это лето То рыбалка В лес погребы по ягодам За шишками Потому что наша территория Богата кедрачом Ну и, конечно Это большая помощь родителям Гимназия в Тобольске Тоже не была райским местом Большинство учащихся Бросали гимназию До окончания курса Поступали на службу В разной канцелярии Даже в более позднее время В 1872 году Полный курс гимназии Кончил всего один человек До сих пор экскурсоводы Пугают детей ужасами Обучения в гимназии Детей наказывали И ставили их в угол На колени На дорогу Ученики так ненавидели Уроки латыни Что после окончания гимназии Устроили латыни Показательную казнь Свалили в кучу Учебники латыни Исполняли вокруг кучи Декарский танец И забросали эту кучу камнями Тем более в первом классе Пришлось просидеть Два года Дома Если бы он оставался один Конечно мог разбаловаться И тогда Ей пошли на уступки Но поставили условия Чтобы Митя В силу своего малолетнего возраста Проучился в первом классе Два года Но на всю жизнь Менделеев сохранил Самые теплые чувства К директору Тобольской гимназии Петру Павловичу Иршу И уже в Тобольске Он находится Как ученик Тобольской мужской гимназии Который он хочет блестяще Это позволило ему Без труда поступить В историчный вуз И как раз находиться в столице В возрасте 19 лет Он становится известным Знаменитый автор Конька Горбунька Он всю свою жизнь Стеснялся С своего детского Такого Простонародного сочинения Он писал взрослые Серьезные повести Но все они Преданы забвению А конек Горбунек Который он стеснялся Вышел отдельной книжкой В 1834 году И еще при жизни автора Выдержал семь изданий Жаль, если право Атеисты Если Иршов сейчас Не может видеть памятника Поставленного в Тобольск И ему самому И героем его сказки Как только Дмитрий Окончил гимназию Мария Дмитриевна Свернула все дела в Сибири С сыном и дочью Лизой Уезжает она в Петербург Ведь Дмитрию Нужно образование Дмитрий Иванович Никогда не забывал Своей малой родиной Плоская, как стул Везде одинаковая Западносибирская Равнина Ее медленно текущие реки Навсегда Впечатались в его память Как и спокойная жизнь В глухой деревне Ведь тогда В Римзянском Жило не больше 130 человек За избами Сразу начинался лес Удивительная природа Была тогда мало изменена Человеком Начало образования В Петербурге Получилось не очень гладким Он не смог поступить в войне На медицинскую академию Там нужно было Выдержать Вступительные испытания Пребывания в анатомическом театре Он как труп увидел Так в обморок упал Поэтому с лета 1850 года Менделеев поступает На естественное отделение То есть на физико-математический факультет Главного педагогического института Спустя буквально несколько недель После зачисления Дмитрия В университет Умирает Мария Дмитриевна Вскоре сестра Лиза Новый студент Крайне беден Даже нищ Один в чужом городе Он за первый курс Находится на 25-м месте С конца Из 27 Да к тому же Еще и сам заболевает Приговорил его Очень модный Но не очень хороший Врач петербургский По фамилии Сдекауэр Он вообще Вот такие приговоры Раздавал с легкостью Сдекауэр этот Привел попечителя И так Отгорожена была кровать Простыней Тыча в простыню Сказал Этот уже не встанет Называя вещи Своими именами Дмитрий Менделеев Переживает тяжелейший Кризис Он был Последним Семнадцатым Ребенком Он рос Балованным Мальчиком Который Сдал экзамены В этот самый Институт Главный Педагогический На три с хвостиком По педибальной системе И он привык делать То они работали В черепках Без и посуды На старших курсах Дмитрий становится Одним из лучших студентов Ей его среднегодовой бал Равен четырем с половиной баллам Из пяти возможных Но он продолжает верить Что скоро умрет Окончив полный курс Уезжает в Симферополь В Крым Доктор его гимназии Николай Пешков Лично знаком с Пироговым Да Пирогов и сам приезжает В гимназию Превращенную в госпиталь Пирогов осмотрел Дмитрия Менделеева И произнес историческое Нате-ка вам, батенька Письмо вашего Сдокаура Сберегите его Да когда-нибудь Ему и верните И от меня Поклон передайте Вы нас обоих переживете Кстати говоря Так и случилось Пережил Тоже жестокий Но урок И урок Не одному Дмитрию Ивановичу Если человек Пережил Кризис Научился полагаться Только на себя Самого Силы его Увеличиваются Во много раз В ранних годах Жизни Менделеева Нет урока Отрешенности От жизни Или некой святости Есть уроки Оставленные матерью Да и всем остальным Строе жизни Трудолюбие Увлеченность науками Любовь к людям Любовь к природе Острый интерес Ко всему окружающему миру После кризиса Эти уроки Помогли деревенскому мальчику Выпускнику Провинциальной гимназии Стать ученым Мирового класса И в зрелости Менделеев Мало походил на святого Вспыльчивый Резкий Он умел Нажить врагов Даже без всяких Видимых причин Задержали Одного профессора Ботаника И кто-то поехал К начальницу полицейскому Чтобы пытаться Как-то вызвали Менделеев Говорит Я с вами Вы без меня не справитесь Приезжает туда Тот Начинает Кричать на них Менделеев Слушал Слушал Потом Как начал на него Кричать Вы знаете С кем вы разговариваете Я Менделеев Я открыл периодический закон Что такое Периодический закон Ну-ка расскажите мне Что такое Периодический закон И пошел на него И пошел Тут Выпустили Член множества Иностранных академий Он так и не стал Членом Российской академии наук Менделеев Даже не получил Премии имени Ломоносова Да и неудивительно О чиновниках Он отзывался В самых обидных выражениях А начальство Высказывалось Эдак Туманно Он в конце жизни Написал Что знал Я на своем веку Знаю теперь Многоство государственных Людей Которые Россию Не любят Россию не понимают Но оправдание Своим действием Всегда имеют Ну вот что поучительно Награжденный орденами Не только Российской империи Но и зарубежных стран Носитель более чем Статитлой вызываний Почет начнет 90 научных сообществ Свои труды Частные официальные Обращения и письма Он всегда подписывал Д. Менделеев Или Профессор Менделеев Крайне редко Упоминал Какие-нибудь Присвоенные ему Звания Кстати Вкус на людей У него был Великолепный Менделеев Познакомился Почти со всеми Выдающимися художниками И писателями Своего времени Его единственная Дочь Люба Стала женой Александра Блока Но близких друзей Почти не было Дмитрия Ивановича Покровительствовали Ему помогали Но не сближались Ну и как сблизиться С ним Если о Леве Толстом Он отзывался Гениален Но глуп Правда И Толстой Менделеев Отзывался Почти так же У него Много интересных Материалов Но выводы Ужасающе глупы Яркий человек Ярк везде Страсти кипели В Дмитрия Ивановича С подросткового Возраста С 14 лет Был влюблен В дочку Тобольского аптекаря Сонечку Кан Уже в Петербурге Был даже Объявлен Ее женихом В последний момент Соня ему отказал Видимо Передавил Слишком интенсивно Пытался заставить А выйти за него Замуж Расстаться С любимым Папенькой Дмитрий Переживал Очень тяжело Разрыв Современники Рассказывали Что он Три дня Не выходил Из дома Все лежал Не ел Только пил воду В 1860 году Он начинает Учиться В Гейдельберге В Германии Он ей пишет Занимаюсь С деликатными опытами В Германии Была там у меня Интрижка А то интрижки Плод Дочка Розамонда Кроме того Сеченов Еще Который тоже Там Первый год Говорил Говорил Что ерундует Дмитрий Иванович Занимается Не его Это Дочка Может быть И к лучшему Что в 1862 году Ученый женился На Фиозве Никитичне Лещевой Уроженке Тобольской Патчлице Петра Петровича Ершова Физа Была старше Мужа На 6 лет Это была Женщина Образованная Очень Глупая В юности Очень красивая Но Довольно Болезненная И в силу Болезненности Постоянных Родов Занятие Мужа Непонятными Для нее Вещами Постепенно Стал гаснуть Ее интерес К семейной Жизни Наверное Можно было И оставаться С Фиозовой Но не всем же Браком Быть непременно Счастливыми Но темперамент Есть темперамент У Менделеевых Часто бывает Профессор Капустин У его Племянница Есть подруга Дочь Казачьего Полковника Приехавшая Поступать В Академии Художеств Двадцатилетняя Анна Ивановна Не только Молодая Красива Так она Еще и умнее Фиозовы Менделееву Сорок шесть Но нет Препятствий Которые Не в силах Преодолеть Могучий ум Спас Менделеева Его приятель Ректор Университета Александр Николаевич Бекетов Он поехал В имение Менделеевых Боблова И там В самой Идиллической Обстановке Убедил Фиозову Дать мужу Развод Как? История До сих пор Умалчивает Дмитрий Иванович Менделеев Оставил Первой семье Дом Часть усадьбы И Очень хорошую Материальную Такую Материальную Помощь И вот тогда Фиозова Никитична Дала Разрешение На расторжение Брака Дмитрий Иванович Не собирался Покидать Полностью Естественно Своих детей Он продолжал Помогать Детям От первого Брака Впрочем Развод Затянулся Это было сложно Это трагикомическая История Ее полностью Не знает Никто А Русская Православная Церковь Отличалась Всегда Поистине Научной Любознательностью Ей надо было Не просто Развести Факт А со всеми Подробностями Кто видел Когда В общем Все Все Естественно Менделеев Организовал Несколько Профессоров Которые ходили Рассказывали Что они Видели И как Значит И Его развели Но поскольку Он был Виновником Развода То Соответственно Ему запретил Консистория Запретила ему Навечно Мне нравится Это слово Навечно Вступать в брак А как Анна Ивановна Уже Ждет Ребенка Значит Пришлось Повенчаться Он Нашел священника Адмиралтейской церкви Здесь недалеко Через мост Перед Кутневича Дал ему взятку Вот я сейчас не помню То ли 3, то ли 5 тысяч рублей В общем хорошую взятку дал Серебром Кутневич Обвенчал Потом он лишился сана Но не из-за Менделеева Сохранился еще анекдот Ну или не совсем анекдот Якобы Александр Третий Захотел лично Встретиться с Менделеевым Не положено Ваше Величество Сказали ему Не положено Императору Встречаться с человеком Заключившим второй брак Говорят, что царь Когда все это узнал Сказал, что Многофонцев у меня много Менделеев один Ну, увидя такой пример Кое-кто из высшей знати Тоже помчался разводиться А вы-то кто? Возмутился государь Вы-то не Менделеевы На этот раз Урок Менделеева Не в том, чтобы жениться Непременно много раз Урок в том, что Большой человек во всем велик И в страстях тоже Темперамент Неравнодушие Это и делает его Большим ученым Кроме Любови Дмитриевны Во втором браке У Менделеева Родилось еще трое детей Числом детей Он тоже был великий Могуч Причем всех любил И всех воспитывал Всю жизнь метался Он между любимой Но очень уж далекой Западной Сибирью Любимым и нужным ему Петербургом И средней полосой России Походит ли местность У Баблова На западносибирскую равнину Вопрос далеко неоднозначный Но Менделеев И вот считал, что походит Он купил землю Вместе с домом и мебелью Из всей купленной обстановки Сохранился только этот стол Да и то в Петербурге А дом он полностью перестроил Теперь дом приходится Реставрировать Естественно От времени же все вешает Да еще и странная закономерность Место вроде бы заповедное Но какие-то юркие люди Построили себе здесь дома Неужели в России Так мало земли? Ведь вокруг лежат пространства Просто неправдоподобно красивые И очень удобные для жизни В Баблова Дмитрий Иванович Посадил кленовую аллею В честь своей таблицы Посадил еще и березовую рощу По березке в честь каждого элемента К сожалению, не сохранился дуб На котором он устроил свой кабинет И прятался от первой жены Феозова Никитичны Именно здесь, в Баблова Менделеев совершил свой знаменитый полет На воздушном шаре Когда он понимал, что Произойдет солнечное затмение Ему было очень интересно Поднаблюдать за верхними слоями атмосферы Разменениями, которые происходят в это время И он стал просить, чтобы ему Военное ведомство помогло И выдали воздушный аэростат И в помощь Дмитрию Ивановичу Был выделен военный летчик Но так случилось, что накануне Дня полета Прошел сильный дождь И аэростат не мог поднять Двух взрослых мужчин И тогда Дмитрий Иванович Принимает решение, что он полетит один На этом воздушном шаре К тому же многие люди считают Будто ученые чистой воды теоретики Надо же им показать, что естествоиспытатели Владеют практикой Это была вообще отчаянная вещь Представьте, запутались стропы И он из корзины ползет вверх по шару Шар не на земле стоит шар В воздухе летит Шар поднялся на высоту До 3800 метров За три часа он проделал путь Примерно в 100 километров И мирно опустился около деревни Спас угол Имение Салтыкова-Щедрина Когда оно его увидело Они начали кричать Что это с неба С неба шар Человек с бородой В таком просторном плаще Полосы развиваются Борода развиваются Они со свечками Свершилось на коленях А что свершилось Шар водородом наполнен Они со свечками стоят Великий провидец Дмитрий Иванович Менделеев Всячески поддерживал Начинание русских изобретателей И создателя первого в мире самолета Александра Федоровича Можайского И основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского О воздухоплавании Им написано 23 статьи Дмитрий Иванович полагал Что воздухоплавание Особенно важно для России Тем больше Что это бескровное завоевание Составит эпоху С которой начнется Новейшая история образованности Трудно сказать Достигли ли мы Эпохи новейшей образованности Но и сидя в комфортабельном кресле самолета Неплохо бы вспомнить Дмитрия Ивановича Который цепляется За оплетку воздушного шара Впрочем Не только в воздухе Телес интересное Это для дураков Мир скучней Для таких как Дмитрий Иванович Мир полон увлекательного И таинственного В 30 верстах от Боблова Лежит озеро Называем безымянным Народ верит Что озеро и правда нет дна Озеро не кажется опасным Жители туриста Охотно купаются в нем Но Менделеев При измерении глубины Опускал груз на 94 метра Не достал дна И правда бездонное Думаю Еще год или два жизни Дмитрий Иванович Он пришел бы с веревкой Длиннее 94 метров Может быть и измерил бы Еще одно место Которое охотно посещал Дмитрий Иванович Из Боблова Никола-Першножский монастырь Это и правда Очень интересное Очень историческое место Наш монастырь Один из древнейших монастырей Нашей Подмосковья Многие выдающиеся великие люди Государственные деятели Ученые, поэты Посещали нашу святыню Конечно мы Особенно почитаем Александра Блока Который здесь молился Дмитрий Иванович Менделеева Александра Степановича Попова Все эти люди здесь Исчерпали вдохновение, силы Для своих трудов Они понимали Что всякий дар от Бога И они здесь совершали опыты свои Передавал В частности Александр Степанович Сигнал из подвала монастыря Из северо-западной башни Опыты с электричеством Электростанция была ветвина Устроена на стенах обители Народовольцы Всячески прогрессивные люди Обожают бороться С религиозным дурманом Журналисты и публицисты Ссылаются при этом На авторитет науки Но как раз серьезные ученые Этим не занимаются Они слишком заняты Да и как правило Люди верующие Для Менделеева и Попова Не было никаких противоречий Между верой в Бога и наукой На одной из башен монастыря Ученые установили громоотвод На другой Ветряной электродвигатель Для освещения монастыря Монахи отдарились Они сделали Менделееву Очень удобный столик Для химических опытов К тому же монастырь Оказался полезен Как раз для научных исследований Менделеев вместе с Поповым Проверяли Пройдет ли радиосигнал Сквозь полутораметровые стены Монастыря Стены 16 века Для этого они использовали Северо-западную башню монастыря Радиосигнал прошел И Менделеев Его 73 года Верхом помчался В Николопешнорский монастырь Раскавы Попова Буспель А тот тоже верхом Поскакал в облаку Он был счастливым человеком Дмитрий Иванович Менделеев Счастливым в личных отношениях В труде В уважении людей Для иного обывателя Сдражающий непонятен Почти все время жизни Потрачено на работу Что оставалось Потрачено на семью И на общение В ресторанах почти не бывал В публичные дома не ходил Водки не пил Жене до конца дней Сохранял верность Вроде и не беден А сколько упустил возможности И заработать во много раз больше Великий человек Авторитетный для миллионов Менделеев был противником Социальных потрясений Столыпин годился ему в сыновья Но классическую фразу Нам не нужны великие потрясения Нам нужна великая Россия Менделеев поддержал бы обеими руками Если верить городской легенде Петербурга Сторонники мистических учений Разного рода Всевозможные анархисты Радикальная интеллигенция Народовольцы, СССР Они боялись встречаться с Менделеевым Даже на улице Он ходил с палкой А к старости его характер не улучшился Вроде никого не зашиб Но вот кого нам порой не хватает Уже в современной В нашей России Он был бы доволен Увидев заводы Сибура Близ Аримзян Увидев самолеты и пароходы Увидев атомный арктический флот Он этого хотел На производствах Сибура Используется многое из того Что он сам придумал Но в чем же главный урок Менделеева? Трудяга, гений И все это сочетается И тогда получается результат Для профессиональной карьеры Наверное, правда достаточно Но Менделеев вошел в историю Ведь не только как химик И завершить хотелось бы Цитаты самого Дмитрия Ивановича Это запись в его дневнике Когда он писал Как раз осмысливая Мотивацию и цель Жизнедеятельности Он писал Не для себя, так как слишком эгоистично Не для Бога, слишком отвлеченно А для семьи, города Государство Делает дело и добро Вот это кредо Дмитрия Ивановича Которому и мы хотели бы следовать Не для себя Так как слишком эгоистично Не для Бога Потому что слишком отвлеченно Но для семьи, города, государства Делает дело и добро Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова